8 августа состоялось заседание комиссии по подведению итогов районного конкурса по благоустройству названия «Лучшая детская игровая площадка на территории общего пользования-2013». Каждое из семи поселений представляло лучшую детскую игровую площадку на своей территории. Но первое место по результатам работы комиссии заняла только одна – детская спортивная игровая площадка «Счастливое детство» в сельском поселении Развилковская. В чем уникальность данной площадки, выясняла Лариса Вольнова. В сельском поселении Развилковская каждую детскую площадку стараются сделать уникальной. Спортивная игровая площадка «Счастливое детство» в центре поселка тоже имеет свой неповторимый стиль. Окутанная зеленью площадь еще издалека привлекает очарованием. На площадке обустроены дорожки, разбиты клумбы с цветами. Вот отдыхающие посельчане и любуются ими, сидя на удобных скамейках. Кто в тени, наслаждаясь прохладой, а кто на солнце, открываясь снежным лучам. В зелени, конечно, здесь стало очень много. И елочки посадили. Красиво стало здесь у нас очень. Вам нравится? Мне очень нравится здесь, да. Многофункциональная зона включает в себя и спортивную часть. Теннисные корты, баскетбольные кольца и турники. «Здесь можно заняться спортом, подтягиваться, отжиматься, можно в футбол поиграть, на велосипеде покататься». «После работы приезжаешь, можно поиграть в теннис. Очень много народу, весело». Это чудесное место прекрасно подходит и совсем маленьким детям. Малые архитектурные формы позволяют им делать первые развивающие шаги. «Качелей много, дети, не надо в очереди стоять». «Я не с этого двора, но мне тут очень нравится. Тут очень много качель. Можно играть с детьми. Писочница очень хорошая». Находясь здесь, чувствуешь особую атмосферу, радости и умиротворения. Это то место, куда хочется возвращаться снова и снова. Площадку «Счастливое детство» есть за что называть лучшей. И первое место по итогам районного конкурса заслужено. «Мы очень тщательно и трепетно подошли к подготовке к этому конкурсу. Старались, наверное, поэтому мы и заняли первое место. Хотели, конечно, показать о том, что, несмотря на то, что мы сельское поселение, но наши жители ничуть не меньше достойны того, что мы делаем для них». А впереди участие в областном конкурсе по благоустройству. И, возможно, это тоже победа для «Счастливого детства». Лариса Вольнова и я, Дамия Елена Кошлева, Видное ТВ.